Донский кадет Милана Попова пишет песни сама и считает себя меломанкой, но для конкурса выбрала популярную сейчас композицию в народном стиле. А кому и третье место в номинации «Вокал»? Милана считает его достойным результатом двухлетней работы. Я участвовала и в конкурсах, и просто ездила, выступала. У меня менялись два преподавателя, и вот с каждым из преподавателей я ездила на конкурсы, просто на выступления. Я вот буду выступать еще первого числа. Еще одна звездочка конкурса – шестилетняя Катерина Бушманова. Я почти уже два года занимаюсь. Сейчас я буду петь песню, а ну-ка, девушки, а мне нравятся песни, например, «Леготка малинка» нравится. Кстати, в своей возрастной группе малышка – серебряный призер. А это уже победитель из старшей группы вокалистов Анна Полтанова. Поет она, сколько себя помнит, и особенно любит исполнять именно патриотические песни. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть покутки ветра и не бьют, а нас стоят последний. Мне очень нравится это дело. Прям дарю себе желание успеть, порадовать людей. Люблю выступать на публике, большие сцены. И такая возможность как раз впереди. Все победители отправятся в Москву, где представят нашу область на всероссийском этапе «Хрустальных звездочек». Больше 60 заявок поступило в этом году на региональный этап конкурса. Участвуют в нем дети сотрудников правоохранительных и государственных органов ЮФО. Много мальчиков, девочек приняли участие, которые выступили с прекрасными номерами. И номерами мы даем возможность, соответственно, молодым людям проявить себя. Фестиваль проводится уже много лет по инициативе Федеральной службы судебных приставов, чтобы воспитывать у детей патриотизм и гражданскую ответственность, развивать творческий потенциал. За время проведения нашего конкурса тысячи мальчишек и девчонок стали лауреатами и дипломатами в различных номинациях и возрастных категориях. Тысячи ребят раскрыли в себе потенциал стать профессиональными музыкантами, танцорами, вокалистами. Конкурсанты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и читали прозу. Все это было еще в марте, а гала-концерт по традиции проводят ко дню защиты детей на пороге лета. Алина Николаева, Юрий Лешко, Первый Ростовский.